Здравствуйте, меня зовут Ирина Роля, я биоэнергетик, я читаю матрицу, делаю разбор матрицы и помогаю потом проработать в личных сеансах, прорабатывать энергии, энергетические потоки, идущие от рода из реинкарнаций. Разрываем нейронные связи с негативными потоками, раскрываем узлы, которые образовываются из-за того, что заблокированы энергетические потоки рода или реинкарнационные. Кроме этого я работаю с чакрами, чакры раскрываются, энергии чакр помогаю раскрыть. И именно о чакрах сегодня я хочу рассказать, о связи чакр с матрицей и о влиянии их на нашу жизнь, ну и соответственно на здоровье. Мы сами понимаем, да, что каждая чакра, она дает нам энергию, которая поддерживает, в общем-то, наши внутренние органы, и соответственно это влияет на наше здоровье. Кроме того, что именно влияние на нашу жизнь также оказывает каждая чакра. Чакры у нас выглядят вот таким вот образом, и о каждой чакре я буду рассказывать сейчас в отдельности. Начнем снизу, с чакры Муладхары. Чакры – это, в общем-то, энергетические центры человека. От качества их работы зависит сама жизнь, личная жизнь, здоровье, успех и судьба человека. Все чакры в зависимости от эмоционального и других состояний духовного уровня могут негармонично функционировать, что приводит к нарушениям психического состояния, патологиям систем и органов. При очищении чакр улучшается работа всех жизненно важных систем человека и, как следствие, усиление иммунитета, укрепление здоровья, исцеление от различных заболеваний. Чакры могут быть активированы от 1 до 100%. При полной активации чакр у человека открываются сверхспособности. Первая чакла Муладхара связана с физическим телом. На уровне матрицы, если рассматривать Муладхара, у нас вот эти вот энергии в матрице отвечают вот за Муладхару. Или Муладхара отвечает за них. Или наши черты характера, которые проявляются вот в этих энергиях, они связаны с Муладхарой. Муладхара вот здесь расположена. Она отвечает за физическое тело и в ней заложена вся потенциальная энергия человека. Поэтому его тонус напрямую зависит от этой чакры. Расположена в области копчика крестца. Муладхара связывает человека с материальным миром, закладывая основу для деятельности остальных чакр. При гармоничной работе Муладхары человек испытывает ощущение стабильности, самоудовлетворения и чувства внутренней силы. Он напорист и может преодолевать конфликтные и кризисные ситуации. Такой человек принимает решения и притворяет их в жизнь, не испытывая особых сложностей. Он энергичен, активен, проницателен. Он может думать о высоком, но его ноги твердо стоят на земле. Нарушение равновесия в основной чакре проявляется в том, что все мысли и интересы человека сосредоточены на физических потребностях. Он испытывает потребность удовлетворять свои желания, не принимая в расчет последствия своих поступков из-за сильной потребности, как можно скорее получать то, что ему нужно. Нарушение работы этой чакры, как правило, вызывает различного рода страхи, фобии, слабость, жадность, гнев, заблуждение. И вот эти энергии, когда работают у вас неправильно, у каждого человека, они свои. Тут значения цифры могут быть разные, но место расположения энергий каждого человека находится именно в этом месте, в вашей матрице. И если у вас плохо работает чакра, то вот эти энергии у вас находятся в минусе. И наоборот, если эти энергии находятся в минусе, то есть вы их проявляете в негативном формате, эти черты характера, то значит тогда и эта чакра, молотхара, у вас находится тоже в нарушенном негармоничной работе. Нарушена степень нарушенности, зависит от того, насколько, какая степень, в общем-то, минусов у вас проявляется вот в этих энергиях, например. Цвет этой энергии красный, мы видим и здесь, и здесь тоже они обозначены в красном цвете у нас. И принято считать, что первая чакра разрушается через 20 минут после смерти человека. Вторая чакра у нас с Ватхистаном, связана с эфирным телом человека. У нас есть еще вот тут вот такая у меня есть картинка, на которой видно, да? Вот у нас молотхара, она связана с физическим телом человека. С Ватхистана она связана с эфирным телом человека. И на матрице это вот эти вот кружочки, вот эти энергии, цифры, которые здесь записаны. У каждого человека в матрице они свои. И нужно смотреть, какие здесь написаны цифры. И эти энергии, значение этих энергий, они у нас являются как раз и причиной проблем этой чакры, да? Если они находятся в минусе у вас. И в итоге, если посмотреть вторую чакру, она связана с эфирным телом, то с Ватхистана отвечает за привлечение партнера противоположного пола в свою жизнь. Расположена под лобковой костью у женщин на уровне матки, у мужчин на уровне предстательной железы. Является центром эмоций, удовольствий и влечения. Когда эта чакра работает гармонично, человек осознает свою внутреннюю силу и открыт для чувств. У него высокая самооценка, он не допускает манипуляций и не приносит свою индивидуальность в жертву одобрения со стороны общества. У него здоровое логическое отношение к любви, нелишенное любопытства, авантюризма, инноваторства. Человек испытывает страсть, которая является стимулом для жизни и счастья. Когда чакра уравновешена, человек проявляет и испытывает искреннее чувство по отношению к другим людям. Он независим, но в то же время понимает чувства тех, кто находится рядом с ним и рассматривает себя как часть общества. Состояние неуравновешенности во второй чакре может серьезно повлиять на способность человека постоять за себя и без колебаний следовать своей личной стезе, которая ведет к самореализации. Также это выражается в отсутствии радости жизни, в усталости, в беспокойстве и неудовлетворенности. Цвет этой энергии оранжевый. Вот здесь вот он у нас, видите, обозначен. И вторая чакра разрушается на третий день после смерти человека. Дальше мы рассматриваем третья чакра у нас. Она в матрице, ее энергия вот здесь. В общем-то она связана и вот с этими энергиями тоже. И в общем, вот это основная ее, то есть это зона комфорта человека, в общем-то. Третья чакра манипура связана с виталлическим телом, ну или астральным телом, еще его называют, да, энергии и чувств. Вот она, желтенькое тело у нас вокруг нас, да, эфирные тела, которые вокруг человека, вокруг физического тела находятся. Они невидимы для нас, но они имеются, присутствуют и оказывают на нас влияние. В психологическом смысле манипура является сосредоточением сути внутренней силы. Расположена она чуть ниже мечевидного отростка в области солнечного сплетения, ну или желудка, да. Она отвечает за волю человека, удачу в бизнесе, в других делах и за интеллект. При гармоничной работе чакры солнечного сплетения появляется способность правильно судить о жизни, а также независимо вырабатывать личное мнение. Манипура дает возможность усваивать знания и опыт, которые формируют личность. Гармоничная работа чакры солнечного сплетения создает ощущение спокойствия и внутренней гармонии. Когда манипура уравновешена, человек может сдерживать свои эмоции и справляться со своими чувствами, желаниями и ожиданиями. Он чувствует себя в гармонии с собой, со своей ролью в жизни, со своим окружением. При отсутствии равновесия в чакре может появиться стремление манипулировать другими людьми, злоупотреблять властью. Человек испытывает потребность сосредоточить в своих руках власть. Он стремится к первенству, становясь амбициозным. Возникает чувство гнева и обиды на мир, которое человек пытается тщательно скрывать, делая вид, что все нормально. Между тем подавляемые чувства не дают покоя, и он может страдать от приступов депрессии или ярости. Цвет энергии в этой чакре желтый, и эта чакра разрушается на девятый день после смерти человека. Итак, манипуру мы разобрали, где она расположена. Вот тут хорошо видно. Первая на уровне копчика, вторая на уровне кишечника, матки, яичников. Или простаты у мужчин. А манипура уже у нас расположена на уровне желудка. И, соответственно, каждая чакра влияет на эти же органы, где она расположена. То есть здесь получается желудок, поджелудочная, печень, селезенка, желчный, конечно же. Вот это все. И часть позвоночника на этом же уровне тела расположена. Анахата. Она, мы видим, это сердечная чакра называется. Она отвечает и за кровеносную систему во всем теле. Манипура отвечает за кости во всем теле, не конкретные участки, да, а за кости ног в основном, нижней части таза. И за скелет в смысле его заболеваний, там, относящихся к артритам, артрозам, таких общих заболеваний всего скелета, да. Там ревматизм и так далее, да. Все, что вот такое глобальное. А вот именно сами кости конкретно, суставы, ног, колени, да, бедра, тазобедренные суставы, это все вот относится к муладхаре. И если у вас, муладхара, вот у нас вот эти вот энергии находятся в минусе, у вас будут болеть именно эти части. И могут быть артриты, артрозы, ревматизм, да, то, о чем я сказала. Вот, то, что касается свадхистаны, это то, что относится вот кишечник, матка, яичники, простата. Тут могут быть мочеточники, мочевой пузырь, да, мочевой, может быть, и с муладхарой еще связан, но и свадхистана тоже влияет, да. И опять же, смотрим на нашей матрице вот эти вот энергии. Тут я неправильно подчеркнула, прошу прощения, вот она. Вот эти вот энергии, вот они связаны, это уже вторая чакра, да, у нас вот, пишем два, вот так. Вот эти энергии у нас связаны, это первая чакра у нас, вот так, видите. Вот, третья чакра у нас вот эта вот, да, получается, манипура. И она у нас вот расположена, а вот на уровне желудка, органы я перечислила, да. Теперь мы переходим к анахате, на уровне матрицы, это вот эти вот две энергии. А вот это будет у нас четверочка. Вот четвертая чакра, она зависит от этих энергий, то есть цифры, которые здесь написаны, их значение в плюсе или в минусе зависит, от них будет зависеть работа вашей четвертой чакры, анахаты, которая влияет, если брать здоровье, на кровеносную систему во всем теле, на сердце, на артерии, аорты, да, все сосуды, вены, все капилляры, микрокапилляры во всем теле. А также относится здесь вот дыхательная система, частично входит сюда, потому что вот горловая часть у нас вот тут, вот здесь входят легкие и как бы тоже все, что касается дыхания, связанное с легкими именно. Вот, и анахата на это все влияет. Четвертая чакра анахаты связана с астральным телом у нас. Так, астральное тело ищем. А не ту картинку. Так, я потеряла. Вот она, картинка. Здесь можно вот посмотреть, да, анахата. И она так, не та картинка. Вот эту я хотела найти, вот. Зелененькое, видим, да, вот это вот у нас тело. И оно у нас связано с астральным этим телом. Расположена она в центре груди, между лопатками, параллельно сердцу или на уровне сердца, да. В психологическом смысле анахата является сосредоточением сути внутренней силы. Она соединяет три нижние чакры с тремя верхними. То есть вот если смотреть на чакры, вот эти три чакры, они относятся к родовым потокам, больше связаны с родом, да. И они связаны у нас именно с телом, с точки зрения вообще ответственности за физическое тело. Вот эти три чакры, они больше связаны с нашим духовным развителем, да, уже идет. То есть если это с физическим, материальным планом, то это с духовным, эмоциональным планом. А сердечная чакра связывает их между собой. Поэтому чакры, она соединяет три нижние чакры, да, с верхними. В результате она представляет собой центр всей системы чакр. Является центром любви, сострадания, заботы и верности. Также анахата отвечает за удержание партнера противоположного пола в своей жизни. С тем, у кого анахата уравновешена, люди чувствуют себя непринужденно, свободно. Они с легкостью раскрывают сердца. Помощь, которую такой человек оказывает другим, не тешит его эго. При этом из него не могут высосать энергию. Его доброй волей нельзя манипулировать. Такому человеку легко изливать душу, чувствуя понимание с его стороны. Вот у кого открыто и хорошо функционирует анахата. Когда чакра не уравновешена, человек испытывает страх быть покинутым, потерять любовь. Он погружается в чужие проблемы до такой степени, что они разрушают его уравновешенность или мешают жить, так как он пребывает в боли и страданиях другого человека. Он воспринимает поддержку и помощь от других как признание его слабости. И в то же время из-за этого его любовь никогда не будет совершенной. Когда в сердечной чакре присутствует дисбаланс, человек может дарить и любить другого просто для того, чтобы получить одобрение или привязанность со стороны других. Цвет энергии зеленый. Эта чакра разрушается на сороковой день после смерти человека. Вот такая вот чакра анахата. Переходим к вишутхе. Чакра вишутка, или ее еще называют горловой чакрой. Она связана с ментальным телом и расположена в области горла. Вишутка отвечает за работу иммунной и дыхательной систем человека. Вишутка контролирует речевые и слуховые центры. Поэтому, если у вас вот тут вот расположены энергии, которые вы проявляете в минусе, когда вы читаете, когда я вам матрицу читаю, да, я говорю, вы прорабатываете, проживаете этой энергией в плюсе или в минусе, зависит только от вас. В плюсе вы их в минусе проживаете, знаете, только вы или ваши близкие родственники могут вам подсказать. Люди, которые живущие с вами рядом, да, они могут наблюдать за вами. В плюсе вы проживаете эти энергии или в минусе. То есть вы проявляете эти черты характера положительно или отрицательно. И когда вы замечаете, что отрицательно больше ваши, эти энергии проявляются больше в отрицательном, у вас будут проблемы именно со здоровьем. в этой чакре. То есть эта чакра будет проявляться у вас в минусе. И она будет проявляться в негативной. То есть она у вас не будет уравновешена. Она у вас не будет хорошо и активно работающая. Работа с горловой чакрой, ее раскрытие и уравновешивание приводит к улучшению связи с физическим телом. Позволяет человек услышать свое тело. Он может выражать эмоции, мысли и внутреннее знание четко, бесстрашно и свободно, испытывая уверенность в себе и не опасаясь обнаружить слабость своих внутренних сил перед другими людьми. Он может контролировать свою речь, хранить молчание и внимательно слушать то, что говорят другие, не испытывая потребности повышать голос, чтобы заставить услышать себя. Когда горловая чакра раскрыта, человек чувствует себя свободным, самостоятельным и независящим от других. Он решительным и имеет правильное представление о себе. Чувство, рассудок и мысли находятся в единстве. Горловая чакра создает способность понимать силу мыслей и обнаруживать в речи других смысл, которые нельзя выразить словами. Вишудха создает внутреннюю глубину, глубокое понимание того, как устроен мир, придает ощущение полноты, удовлетворенности и уверенности во Вселенной в том, что в ней происходит. Если горловая чакра находится в дисгармоничном состоянии, возникают трудности с самовыражением, возникает проблема общения личности и тела, проявляется боязнь выражать свои истинные мнения, что разрушает и без того слабую самооценку. Человек может говорить сбивчиво, чувствовать, что ему не удается найти ясные и понятные слова, чтобы выразить свои мысли. Цвет энергии – голубой. Эта чакра не разрушается после смерти, а проходит очищение и продолжает существовать в бестелесном мире. Следующая чакра у нас – аджна. Она расположена у нас в голове на уровне третьего глаза, можно сказать. И здесь она у нас вот синего цвета. Вот эта энергия к ней тоже относится. Это у нас шестая чакра. И она вот так вот эти энергии связаны. И это у нас вот шестая чакра. Извините за такую красоту написания и рисования. И тем не менее. А вот шестая чакра у нас. Вот эти энергии, которые здесь вот описаны, во-первых, они влияют на нашу жизнь. Сейчас я буду рассказывать, как она влияет на жизнь. И она же влияет на наше здоровье. А наше здоровье – это нервная система, головной мозг, деятельность головного мозга. Деятельность, если к нижней чакре у нас относятся шейные позвонки, связь. Здесь же щитовидка. Здесь же у нас связь как бы головы, мозга, центра управления со всем телом. Он проходит через шею. Шея у нас ворота. От головы в тело. Такие ворота, которые пропускают энергию сверху и которые пропускают сигналы мозга в тело. Поэтому вишутха для нас является вот такими воротами. И здесь щитовидка, и здесь наша связь с миром тоже. Как я вот говорила, рассказывала про вишутку. А аджна – это тот самый мозг. Нижняя челюсть относится к вишутхе, а верхняя челюсть уже к аджне. Часть черепа, кроме макушки самой и волосы, они относятся уже к сахасраре. Все остальное вот тут вот относится глаза и мозговая деятельность, и все вот железы головы. У нас там эпифиз, гипофиз, гипоталамус, таламус. Вот эти три железа, они тоже зависят, их работа от аджны, от этой энергии. На уровне матрицы я показала, они у нас находятся вот здесь. И если эти энергии, вы проживаете в минусе, то есть негативные эмоции ваши преобладают в этих энергиях, то значит и нервная система страдает больше всего. То есть если у вас есть проблемы со здоровьем на уровне вот перечисленного мной, значит разбирайтесь вот с этими энергиями, где у вас минусы. И тогда вы сможете проработать свою нервную систему целиком во всем теле, свой головной мозг. Часто головные боли связаны здесь тоже могут быть. Ну и, конечно, родовые и реинкарнационные связи очень сильно имеют отношение к нервной системе. Поэтому, когда мы прорабатываем эти энергии на уровне рода и реинкарнаций, очень много освобождается и в мозговой деятельности, и в осознании, и в понимании происходящего, потому что перестают влиять родовые потоки человека. И проработка этих энергий на этом уровне очень хорошо сказывается на вашей нервной системе. Итак, шестая чакра Аджна связана с кармическим телом. Так, сейчас найду ту картинку, где у нас так сильно расширило. А вот. И вот тут вот мы видим, да, шестая синяя. Здесь оно будхиальное называется. Но в других, как бы, где везде по-разному может называться еще кармическое тело. В любом случае, это все тонкие тела души. И мы вот их видим в таком виде здесь. Расположена она в лобной части, между глаз. Аджна отвечает за хорошее зрение и слух, стимулирует мыслительные процессы, контролирует память, отвечает за интуицию, озарение, как я сказала, за мозг, за деятельность у нас этих всех чакр, которые там расположены, и за деятельность нервной системы. Эту чакру иногда называют еще третьим глазом, да, потому что туда уходит эпифис, который, собственно, считается, что эта железа отвечает именно за третий глаз, за вот интуицию, ясновидение, яснознание и так далее, да, способности экстрасенсорные. Если эта чакра хорошо работает, то, возможно, она может помочь раскрыть и работу эпифиза. Если чакра раскрыта, человек способен понимать, когда им управляют эмоции и мысли, а также общественные нормы и привычки, он может начать распознавать то, что является своим, свое истинное предназначение, то, во что он по-настоящему верит, законы Вселенной, в соответствии с которыми существует мир. Состояние гармоничной работы шестой чакры выражается в высоких интеллектуальных, мыслительных и философских способностях, в четкости мыслей, высокой нравственности, а также в способственности легко устанавливать связи с людьми. Одна из самых объективных характеристик уравновешенности чакры – это интуитивные способности во всех их проявлениях. Когда аджна работает дисгармонично, человек может воспринимать жизнь через интеллект, рационализм и логику. Подобное состояние приводит к крайне ограниченному восприятию мира. Все, что не соответствует этому, объясняется попросту лишенным смысла. Все, связанное с духовностью, может быть отметено как нелогичное или ненаучное. Цвет энергии синий – эта чакра не распадается после смерти человека, а проходит очищение и продолжает существование в бестелесном мире. Итак, синяя чакра. И вот теперь последняя, седьмая. Она отвечает у нас, здесь написано, за атмическое, его еще называют нервоническое тело нирваны, и так далее. То есть это самое высшее, самое тонкое тело нашей души. В матрице – это тоже фиолетовые кружочки. С ними связан вот этот кружочек и вот это. Вот они связаны между собой. И это седьмая чакра. Смотрим, какие энергии в вашей матрице расположены здесь. И, соответственно, понимаем, что на уровне, скажем так, физического тела оказывает влияние она на волосы, на теменные кости черепа, на кору головного мозга, можно сказать, еще тоже, на оболочки головного мозга может влиять. И в основном как бы влияет вот на кожу головы, апоневрозы головы. Вот, в общем, верхнюю макушку головы и больше в основном, конечно, она влияет на наше самовосприятие окружающего мира и более тонкий план на интуицию, на связь с божественным, связь с интуицией, связь со своим высшим Я. Если вот эти энергии вами проживаются в минусе, вы не чувствуете в себе Бога, вы не чувствуете в себе интуицию, вы не ощущаете, куда идти, и что делать, и так далее, да. Вот. Но об этом сейчас я вам расскажу, да. Седьмая чакра у нас связана с нервоническим телом, да, или атманическим своего высшего Я. Расположена эта чакра в области темечка, чуть выше головы. Эта чакра отвечает за координацию всех жизненных процессов. Это центр потенциальной силы просветленности. Она осуществляет контроль и регулирует работу всех остальных чакр, соединяя стихии воедино и подключает человека к нисходящим потокам космоса. Нижняя чакра у нас физическое тело и подключает человека к родовым энергиям рода и помогает поддерживать физическое тело. Оно, мы знаем, да, начинается на уровне рода, родственников, мамы, на уровне генных систем. И это все связано поэтому с родом и физическим телом и с нашими реинкарнациями. А верхняя, как мы понимаем, больше связана с тонким уровнем и нисходящими потоками космоса. При раскрытии чакры у человека сознание совершенно спокойно. Он воспринимает себя как часть сущности или всего сущего, да. Чем больше разрабатывается коронная чакра, тем чаще наступают такие мгновения, которые в конце концов превращаются в постоянное ощущение равновесия и гармонии как с собой, так и со Вселенной. Это то самое состояние благости или блаженство. Он может получать ответы от Вселенной через свою душу, которая является его составляющей. То есть отсюда идут потоки. Душа всегда связана с Высшим. И этой вот связью, этой тонкой ниточкой в душу поступает информация. Если человек слышит свою душу, он слышит и голос Вселенной, да, или голос Бога, или Высшего разума, как бы это ни называли, он может получать ответы от Вселенной через свою душу, которая является его, ее составляющей. И его тоже, да. Он испытывает не столько потребность делать, сколько потребность быть. Человек воспринимает такие эмоции, как страх, гнев и недовольство в качестве дополнительных инструментов для развития понимания. Он умеет погружаться в себя и глубоко разбираться в них, чтобы понять их источник и избавиться от них. Когда коронная чакра раскрыта недостаточно хорошо, человеку кажется, что он существует сам по себе, вне связи со Вселенной и сутью. В результате он не может освободиться от страхов и противоречий. Человек может ощущать, что у него нет предназначения в жизни, находится в разладе с самим собой. Ему не хватает желания вкусить полноту жизни, уверенности в себе и доверия к миру. Цвет этой энергии фиолетовый. Сахасрара не распадается после смерти человека, а проходит очищение и продолжает существование в бестелесном мире. Вот, в общем-то, это все, что я хотела вам рассказать. Я хотела показать вам связь между матрицей, чакрами, тонкими телами, о которых мы часто говорим, то есть нашими энергиями и физическим телом человека. Я надеюсь, я понятно рассказала и понятно объяснила. Проработки, которыми я занимаюсь, я делаю индивидуально с каждым человеком и могу проделывать, прорабатывать небольшими коллективами с людьми. Определенные энергии мы прорабатываем вместе. Это тоже, как вариант, возможно и обходится несколько дешевле, нежели индивидуальная проработка каждой энергии с каждым человеком в отдельности. Если у вас есть желание, пожалуйста, обращайтесь. Я помогаю проработать как на уровне физического тела и оказания здоровья, так на уровне родовых и реинкарнационных энергий и потоков. И, конечно же, когда мы это все прорабатываем, прорабатываются и чакры. Они начинают функционировать правильно, больше раскрываются. Полностью закрытыми или заблокированными чакры не бывают, потому что если хоть одна чакра будет полностью закрыта, человек просто умрет. Но уровень открытости чакр бывает разный и бывает очень маленький. Как я уже говорила, от одного до ста процентов может быть раскрыта любая из чакр. И, конечно же, центральная чакра Анахата является связующей потока небесного и потока земного. От земли идущий поток рода и от неба идущий поток, который дает нам душа связь с высшим разумом. Это все связывается и объединяется у нас в сердечной чакре. И поэтому значение ни одной из чакр нельзя никак уменьшить. Они все очень важны. А судя по тому, какие энергии у вас в минусе в вашей матрице, вы можете понять, где у вас проблемы по состоянию своего здоровья или по тому, как ваша жизнь протекает по вашему ощущению, что вы не можете себя проявить. Пожалуйста, пятая чакра. И если вы не можете понять своего предназначения, это может быть шестая чакра. Если вы не чувствуете помощи высших сил, это у вас плохо работающая седьмая чакра, потому что вы отказываетесь принять вот эти таланты и эти энергии. Если у вас нет денег и власти, смотрите вот сюда. Если вы чувствуете плохое физическое здоровье, боли в ногах, в суставах и так далее, прорабатывайте вот эти энергии. Если у вас нет благоприятных отношений с партнером, нет удовольствия в жизни и радости, пожалуйста, прорабатывайте вот эти энергии и так далее. Для этого я вам читаю матрицу, я рассказываю, что, возможно, вы проживаете энергии, если в плюсе, то вот так, если в минусе, то вот так. А когда вы слушаете, вы сами по себе понимаете, вы как проживаете энергии, в плюсе или в минусе. Это вам уже виднее. Поэтому, когда я с вами работаю, у вас нет необходимости исповедоваться передо мной. Вам достаточно самим оценивать, какая же энергия у вас в минусе или в плюсе. И просто мы прорабатываем эти энергии. Либо, чтобы не путаться и не бегать от одной энергии, не прыгать от одной энергии к другой, выравнивая равновесие, можно проработать просто от первой до последней все 22 энергии по порядку. Плюс просто чистку родовую, чистку финансовых каналов и своей емкости. И тогда у вас происходит выравнивание общего ощущения, общего состояния всех вот этих тонких тел и выравнивание вашего состояния именно всех чакр, когда все чакры уравновешены, когда они работают гармонично и сбалансировано, ваше состояние тоже сбалансировано и гармонично. Вы чувствуете, что у вас во всех сферах жизни и в здоровье первый признак вообще проработок это то, что вы начинаете чувствовать свое здоровье, оно начинает у вас исцеляться, у вас начинает намного лучше самочувствие. Это первый признак того, что у вас проработки идут хорошо, энергии начинают выравниваться и чакры начинают раскрываться лучше. Ну, в общем-то, все, до свидания и всего самого хорошего. Как связаться со мной, смотрите под видео, есть ссылки и ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравился этот ролик и для того, чтобы его как можно больше людей увидели и как и вы разобрались в себе, в своем здоровье, в своих проблемах в жизни и так далее. До свидания. Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok